Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Головинка может стать так называемым перехватывающим курортом. Все возможности для этого есть, считает мэр Сочи. В Сочи появится Дом молодежи, решат вопрос и со спортплощадками, о чем еще договорились активисты на встрече в мэрии. Сочинцы напишут географический диктант в заповеднике. Принять участие в акции могут все желающие. Тем, кто быстрее проплывет на спине, приз вручит чемпион. В Сочи стартовало первенство Краснодарского края по плаванию. Президентские гранты на общую сумму 87 миллионов рублей привлекли некоммерческие организации Кубани в этом году. Это лучший результат за последние шесть лет. С руководителями НКО встретился губернатор Краснодарского края. Общественники поделились проблемами, которые возникают в их работе. Венемин Кондратьев предложил создать краевой центр поддержки некоммерческих организаций. Региональное учреждение будет оказывать методическую помощь. Еще несколько стежков и детская игрушка обретет форму. Такой черно-зеленый мячик на швейной машинке Вероника Шибаева может сделать буквально за 10 минут. А всего два месяца назад девушка с трудом могла бы с этим справиться. У Вероники аутизм. Создание красивых и качественных поделок для нее очередная победа. Получилось удовольствие. Приятно творить своими руками поделки, игрушки. Вероника одна из учениц мастерской для людей с особенностями развития. Осуществить проект в Краснодаре удалось благодаря президентскому гранту. Ребята с ментальными нарушениями совершенно бесплатно проходят занятия по кройке и шитью, кулинарии и керамике. Задача такого центра не просто обучить особенных детей творчеству, но и сделать окружающий мир для них ближе. В будущем руководители творческого центра планируют продавать лучшие изделия на выставках и в магазинах. Так ученики мастерской смогут получать деньги за работы, сделанные своими руками. Это личный опыт. Опыт взаимодействия с семьями, где растут дети с особенностями развития и понимание того, что таким детям нужны не подарки, а нужно больше. Нужны системные проекты, которые бы им помогали развиваться. А другие волонтеры из Краснодара, получив президентский грант, во второй раз проводят для особенных детей курсы ипотерапии. Правильное общение с лошадьми действительно творит чудеса. У ребенка нормализуется слух, речь и пропадает стеснение. Вот яркий пример, как можно стать выше своего недуга. Еще недавно Сергей Веселовацкий боялся идти на контакт с людьми. Но спустя три года занятия ипотерапией в рамках проекта помогли ему стать профессиональным коневодом. Теперь он главный помощник на ферме. Создатели курсов говорят, так они готовы помочь каждому. Родители, в свою очередь, сталкиваются с очень большим количеством проблем. И хочется как-то поучаствовать в этом, как-то облегчить им жизнь, помочь именно в реабилитации детей, потому что мы это знаем, мы это умеем, мы хотим сделать их жизнь лучше. Они не пройдут мимо чужой боли и помогают людям бескорыстно. С руководителями социальных некоммерческих организаций, победителями президентских грантов сегодня встретился глава Кубани. В зале краевой администрации собрались активные, небезразличные люди, для которых делать добрые дела, скорее даже, не работа, а смысл жизни. 87 миллионов рублей – это и большая сумма, и небольшая. Это количество вы привезли в край для реализации своих проектов. Вообще, если честно, за последние пять лет, шесть, даже шесть лет – это самая большая цифра. Значит, общество все-таки преображается в сторону того, чтобы что-то делать для тех, кто рядом и кто не может. А это кто в первую очередь? Это дети-инвалиды, это одинокие матери, это пожилые люди. А вы делаете реальные дела. Я очень люблю общаться именно с такими людьми. И даже не потому, что вы победители для президентских грантов. Совсем не поэтому. Потому что у вас по-настоящему человеческая душа и сердце. Если бы таких людей было кратно больше в крае, мы бы еще активнее развивали экономику и социальные все уровни и сферы жизни. Они помогают семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, работают над адаптацией инвалидов и занимаются патриотическим воспитанием молодежи. И это лишь несколько направлений, в которых разбиваются некоммерческие организации на Кубани. Руководитель департамента внутренней политики администрации края Сергей Пуляковский рассказал, что в регионе 5000 социально ориентированных НКО. Но только 250 из них участвовали в конкурсе президентских грантов. Большая часть из них расположена в Краснодаре. Но важно сделать так, чтобы федеральные субсидии были доступны и на селе. Если мы говорим, что экономика растет, значит она должна во всем отражаться, в том числе и в грантах, которые мы на уровне края предусмотрели. В этом году мы предусмотрели 117 миллионов. В прошлом году сколько было? У нас 87 миллионов было в прошлом году. То есть в следующем году должно быть еще больше? Конечно. Ну вот тогда максимально некоммерческие организации из сельской местности вовлекайте. Давайте информационную, очень большую поддержку, в том числе и в том, чтобы в крае мы предусмотрели такую сумму 117 миллионов на гранты некоммерческим организациям. Пусть они тогда в краевых конкурсах принимают участие. Пусть они свои проекты максимально презентуют, защищают и побеждают. Вы, может быть, основными помощниками сегодня у власти. Потому что задача НКО – это не получение прибыли. А если вы получаете, то вы ее тратите на уставные цели. А уставные цели – это помогать ближнему. Коллеги, вот они сами стучатся. А им же нужна поддержка. Да просто ресурс им нужен для того, чтобы они максимально свои проекты реализовали. Давайте сделаем краевой центр поддержки некоммерческим организациям. Он будет как информационным ресурсом для всех, так и организационным ресурсом для всех некоммерческих организаций. И тогда, на самом деле, по-другому мы можем и вовлекать их в конкурсы на гранты, и президентские, и краевые, и максимально взаимодействовать. Если мы хотим, на самом деле, чтобы эти неравнодушные, активные люди были с нами, с сегодняшней властью. Руководители НКО и благотворительных фондов говорили, что при реализации проектов, кроме поиска денег, приходится преодолевать множество правовых и административных вопросов. Региональный центр поддержки некоммерческих организаций как раз будет оказывать такую помощь на местах. А вопросов накопилось много. Например, общественники из Лобинского района не смогли принять участие в семинарах, которые организовал фонд поддержки гражданского общества Кубани. Для того, чтобы прослушать одну лекцию, понадобилась целая кипа документов. Вся интересующая вас информация будет предоставлена после предоставления вами в наш адрес следующих документов. Устав, протокол о создании НКО, протокол, подтверждающий полномочия руководителя, свидетельство ОГРН, свидетельство ННН, банковские реквизиты, логотип организации. Я сегодня здесь присутствую, у меня никто не попросил эти документы, учредительные. Я, наверное, соглашусь с Викторией в чем, что на самом деле, ну понятно, фонд гражданского общества. Делить общество на гражданское либо нет, ну неправильно. У нас одно общество, вот наша задача сделать его гражданским, настоящим. Значит, мы должны сделать своими сторонниками. Они для начала хотя бы должны просто прийти и уже в процессе общения, даже если это не НКО, они должны стать НКО, либо просто поддерживать нас во всех наших начинаниях и делах. Цель-то, самое главное, максимально привлечь в наши ряды тех, кто с нами будет это делать. Но тут важнее системная основа. Вот надо ее создать для того, чтобы они продолжали развиваться и набирать обороты, и набирать сторонников. Вот что нужно. Набирать сторонников. Тогда это общество никто никогда не сломит. Она настоящая. Кубань сегодня лидер по количеству НКО в Южном федеральном округе. Губернатор уверен, краевые некоммерческие организации должны стать партнером государства в социальной сфере, чтобы вершить добрые дела по всему краю. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Сочи планирует открыть два новых многофункциональных центра «Мои документы». Они появятся в Дагомысе и в Амеретинской низменности. Какие еще перемены ждут МФЦ, сегодня говорили на совещании, которое провел глава города Алексей Копайгородский. Этот вопрос назрел давно. Наследие Сочи ежегодно увеличивается. Так что услуги МФЦ требуются все большему числу людей. В краевой службе «Мои документы» стараются быть максимально приближенными к людям. Ежедневно там фиксируют более 3,5 тысяч обращений. В настоящее время нагрузка на сочинский филиал – одна из самых больших в Краснодарском крае. До 2 тысяч обращений на одно окно. И в день составляет примерно 29-30 обращений на каждого специалиста. Одна из самых больших показателей в Краснодарском крае. Чтобы очередей было меньше, и приняли решение открыть два дополнительных офиса. В Дагомысе МФЦ появится в следующем году и уже разрабатывается проект отделения в Эмеретинской низменности. Алексей Копайгородский поинтересовался планами руководства МФЦ по открытию дополнительных офисов на территории курорта. Он отметил, что служба «Мои документы» должна быть не только доступной для населения, но и мобильной, чтобы люди не затрачивали много времени на получение необходимых документов или справок. И нужно понимать, где они нужны сейчас, где они актуальны, в том числе в тех районах наших, где вообще их никогда не было. И вот путь от дома до ближайшего МФЦ, он действительно огромен с учетом нашей протяженности. И здесь нужно проанализировать всю ситуацию, где мы можем дополнительно открыть МФЦ, чтобы это было удобнее для наших горожан. Говорили на совещании и о льготниках из Сочи около 10%. В краевом списке утверждены 13 категорий таких граждан. Среди них ветераны боевых действий, инвалиды первой, второй групп, а также семьи с детьми, не достигшими возраста трех лет. Все, кто попадает в одну из 13 категорий, будут обслуживаться в МФЦ без очереди. Кроме того, специалисты службы уделяют большое внимание переводу государственных и муниципальных услуг в электронный формат через личный кабинет на сайте «Мои документы». Это позволит получать услуги намного быстрее, поскольку нет пересылки документов. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Поселок Головинка может стать так называемым перехватывающим курортом для отдыхающих, которые едут в центр Сочи. Причем курортом массовым. Все возможности для этого есть, считают в мэрии. Речь идет о развитии и пляжного, детского и агротуризма. Такой вывод был сделан после обхода поселка главой города Алексеем Капайгородским. В сельхоз предприятий «Победа» не только производят, но и перерабатывают фрукты, овощи и орехи. Местную продукцию охотно покупают туристы. Они все чаще выбирают головинку для отдыха. Поэтому необходимо срочное обновление коммунальной инфраструктуры. Уже закуплены новые насосы для реконструкции очистных сооружений. В планах обустройство безопасного перехода через железную дорогу на пляж. Если здесь будут действительно гостиничные комплексы, там три звезды, и это будет перехватывающий курортный наш поселок, возможно, в перспективе городок, который всех въезжающих туристов со своими потребностями отвечающих, их потребностями здесь можно все сделать. Территория не освоена, мы это видим. Территория прекрасная, прекрасный вид, поэтому здесь только развиваться и развиваться. Вековое тюльпановое дерево, пожалуй, главный центр притяжения в Головинке. Место, почитаемое и местными жителями, и привлекающее туристов. Давние традиции плюс современная инфраструктура – это сочетание может превратить небольшой сочинский поселок в по-настоящему интересный для массового туриста курорт. Но в первую очередь, говорит мэр, развитие должно пойти на пользу местным жителям. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто директор? Здравствуйте. Рядом 78-й школы есть возможность построить физкультурно-оздоровительный комплекс для всего поселка. Алексей Копайгородский поручил ускорить процесс. Другие актуальные для жителей Головинки проблемы обсуждали на сходе граждан. Газификация и уличное освещение, водопровод и канализация, детские площадки и тротуары. Мэр распорядился найти возможности решения каждой из поднятых проблем. Принимались и письменные обращения, на которые в ближайшее время будут даны ответы. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сегодня в Сочи на общественных слушаниях утвердили перечень улиц, где будут ремонтировать дороги в ближайшие два года. Работы запланированы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Утверждали новый список вместе с председателями ТОСов и депутатами городского и краевого парламентов. Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитан на шесть лет ежегодно. На его реализацию городу выделяется 830 миллионов рублей. Благодаря этому с начала года в Сочи удалось отремонтировать 64 улицы. Сегодня общественники высказали свое мнение по поводу их качества и безопасности. У нас сделаны в микрорайоне две дороги. Это улица 50 лет СССР и улица Октября. Качество очень высокое. Жители довольны. Учтено и ливневая канализация, и бордюрный камень, и освещение. Дорожные работы завершены в селе Пластунка на улице Леселидзе. В этом году это самый дорогостоящий ремонт в Сочи. На капремонт двух километров дорожного полотна было выделено 80 миллионов рублей. Но у сельчан возникли дополнительные пожелания. Просят расширить участок дороги на одном из подъемов. Чтобы вот эту дорогу расширить, подъем этот. И уже чтобы капитальная хорошая дорога была на спуске. Чтобы две машины могли разъезжаться. Обещали, да. Уже это в проект там внесено. Там должны ливневки сделать, проект нести. Должны выехать на место, посмотреть. И это будет где-то в 2020 году. И также переулок Бригадный тоже в 2020 году. Он в проект вошел, чтобы там отремонтировать. Как бы объездная дорога будет. А я рада, и жители рады. Очень хорошо. Сегодня же на общественных слушаниях департамент дорожного хозяйства утвердил с ТОСовцами новый перечень дорог на 2020 и 2021 годы. За этот список голосовали сами сочинцы. В итоге в центре в следующем году планируется ремонт девяти улиц. В Хостинском районе – 23. В Адлере дорожное полотно обновят на 21 улице. В Лазаревке – на 33. Предварительно в каждом районе Сочи прошли обсуждения перечня автомобильных дорог с территориальными общественными советами. Приоритетом для выбора улиц стали многочисленные обращения граждан. В следующем году, отмечает руководитель департамента, большое внимание будет уделено и разработке проектов. Что касается проектно-изыскательских работ, то они ведутся параллельно тем работам, которые ведутся по национальному проекту «Безопасное качество автомобильной дороги». Проектно-изыскательские работы у нас ведутся, во-первых, за счет средств нашего местного бюджета. И самое главное, чтобы понимали наши жители, что именно при наличии проекта на капитальный ремонт, либо реконструкция на наших улицах не только будет отремонтировано дорожное покрытие, но могут и появиться тротуары, освещение, ливневая канализация. Это, конечно, очень важно для многих наших улиц городских. Ремонт дорог, попавших в список на 2020 год, начнется уже с 15 января. С полным перечнем сочинцы могут ознакомиться на сайте администрации города. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Сочинский аэропорт переходит на зимнее расписание. 27 октября начинается осенний-зимний период навигации. Рейсы будут выполнять 29 авиакомпаний по 38 внутренним и международным направлениям. Одним из самых ожидаемых событий стало регулярное авиасообщение «Сочи-Дубай» не только в высокий сезон, но и в зимний период. Прямые перелеты будут организованы два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Зимние изменения коснутся программы перелетов в Красноярск. Полеты запланированы трижды в неделю по пятницам, субботам и воскресеньям. В связи с переходом на зимнее расписание может измениться время вылета по отдельным направлениям. Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте аэропорта «Сочи». В Сочи разыскивают без вести пропавшего мужчину. 37-летний Нечаев Сергей Вячеславович пропал 12 октября. Последний раз его видели в этот день в 21 час на улице Верхняя Лысая гора. Мужчина сидел на конечной остановке 44 маршрута около мини-маркета «Золотой колосок» с неизвестными людьми. После этого домой не вернулся, а себе вестей не подавал. Приметы. Рост 165 сантиметров, волосы светло-русые и глаза карие. Был одет в черную кофту с длинным рукавом, синие джинсы, черные кроссовки и серую кепку. Если вы что-либо знаете о его местонахождении, просьба позвонить по номеру поискового отряда «Лиза Алерт» 8 800 754 52, а также по номерам 112 или 02. Какие профессии самые востребованные, выяснили специалисты Всероссийского НИИ труда. Более того, они узнали, какие специальности останутся такими еще на несколько лет. К самым востребованным отнесли массовые профессии – бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант и бармен. Однако и дефицитные профессии останутся востребованными, в том числе электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту. Кроме того, востребованными останутся несколько новых профессий. Например, специалисты по большим данным и облачным приложениям, профессионалы в области новой производственной и строительной техники. Несмотря на динамику рынка труда, уточнили эксперты, ситуация меняется не настолько быстро, чтобы за 3-6 лет отдельные профессии стали неактуальны, либо исчезли. Заместитель главы Сочи по соцвопросам встретилась с молодежным активом города. Встреча прошла в администрации курорта. Представители молодежных объединений и клубов рассказали о своих проблемах, в мэрии пообещали найти решение для каждой. Найдут поддержку и любые инициативы сочинских школьников и студентов, сказала по итогам встречи Полина Деняк. Все подробности в нашем сюжете. Из уличного танца в олимпийский вид спорта. Теперь официально не брейк-данс, а брейкинг. Впервые он будет представлен на летних играх в Париже в 2024 году. В Сочи брейкингом занимаются более 200 человек. В команде «Аутстендинг» чемпионы России, Европы и мира. Спортсмены говорят, теперь перспектив у брейкинга еще больше. Для детей, для молодежи это в любом случае большая перспектива, потому что есть очень много мест и будет очень много, еще больше мест, где можно будет заниматься. Будет очень много людей, те, кто компетентны, кто может действительно преподавать, дать какие-то знания хорошие. А это мастер-класс по изготовлению росписи игрушек. Это часть проекта «Молодая семья». Он начинался в 2017 году с организации доступного досуга для родителей с детьми. Сейчас в планах бесплатная юридическая помощь семьям. У нас есть несколько направлений. Это направление творческое, называется «Мама может». Когда мамы из нашего клуба проводят мастер-классы для детишек. Мы организовываем экскурсии на различные предприятия города, для того, чтобы детки смогли ознакомиться с профессиями, которые есть у нас в городе. Те, кто любит гулять по Новогинской, наверняка не раз видели этот шкаф. Авторы проекта «Читай Сочи», кстати, это сочинские студенты, просят не проходить мимо, а заглядывать внутрь почаще. Мини-библиотеку постоянно пополняют. Бук-кроссинг, то есть круговорот книг, которые можно взять, почитать, но потом вернуть обратно, сегодня популярное в городе движение. И, как оказалось, не только среди любителей чтения. Есть одна большая проблема. Некоторые люди забирают их и перепродают. То есть это незаконная предпринимательская деятельность, в первую очередь. А во-вторых, мы это делаем от души, от сердца. Хотим как бы частичку добравности, поделиться знаниями. Может, не у всех есть возможность купить эти книги. А по итогу происходят такие неприятные вещи. Эти и другие проблемы обсуждали на встрече молодежного актива города заместителем главы Сочи по соцвопросам Полиной Дыняк. За круглым столом собрались представители ученического и студенческого советов, спортивных, творческих клубов, патриот-центров, молодые депутаты и волонтеры. Среди озвученных проблем в городе мало площадок для занятий уличными видами спорта. А существующие не содержатся на должном уровне. Еще одна беда – безрецептурная продажа психотропных лекарств в аптеках. Есть проблемы с доступом детских турцентров в леса Нацпарка. В мэрии пообещали помочь решить все озвученные вопросы. Мы развиваем молодежь, даем им ответственность и возможность сегодня быть полезными и нужными. Безусловно, это наша опора. В свою очередь мы ждем от молодежи новые цели, новые смыслы, новые проекты, новую энергию, которую мы будем всегда поддерживать и направлять в нужное русло. Еще одна общая для всех проблема – кружкам и секциям не хватает помещений. Замглавы города сообщила хорошую новость. В Сочи будет «Дом молодежи», о котором активисты мечтают уже давно. Сейчас решаются все правовые нюансы. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Кавказский заповедник станет местом проведения географического диктанта. Он состоится 27 октября в России и за рубежом. По традиции диктант будет проходить очно на специально организованных площадках и онлайн на сайте проекта dictant.rgo.ru. Участников ждут 40 вопросов, разделенных на две части по степени сложности. В Сочи одним из мест проведения теста будет управление Кавказского заповедника. Принять участие в акции может каждый желающий. Для того, чтобы написать географический диктант, нужно зарегистрироваться на сайте заповедника, а в воскресенье, 27 октября, приехать в здание управления на улицу Карла Маркса, 8. Начало диктанта в 12.00, количество мест ограничено. Тем, кто быстрее проплывет на спине, в подарок – спортивная сумка. Приз вручит серебряный призер Кубка Европы по плаванию 1975 года. Сегодня в Сочи стартовал краевой турнир на призы Виктора Алябьева. Соревнования продлятся по 28 октября. В них принимают участие сильнейшие пловцы в возрасте от 10 до 19 лет, представляющие Сочи, Краснодар, Новороссийск, Анапу и ряд других городов Краснодарского края. У нас 24 дистанции. И самое интересное, что количество участников у нас в этом году рекордное. 750 человек заявлено. Это рекорд, я думаю, для всего края, потому что столько еще мы никогда не принимали такого количества. Популяризация. Мы сегодня плавание идет. Мы сегодня имеем, что начинаем соревнования в 9, а закончим в 7 вечера. В соревнованиях представлены все стили плавания. Сегодня в первый день турнира участники соревновались в дистанциях 50 метров бутерфляем, 200 брасом, 100 и 400 метров вольным стилем и 50 метров на спине. Кстати, именно в плавании на спине в свое время отличился мастер спорта международного класса. В 1975 году Виктор Аляпьев стал серебряным призером чемпионата Европы. А теперь юные пловцы борются между собой за его призы. Я подготовил призы, так как я плавал на спине, основные у меня лидераты были. То есть победителям всех трех подгрупп в плавании 100 метров на спине будут вручены вот такие специальные призы. Это такая сумка специальная для плотцов, которая не промокает, нужно постоянно пользоваться. Награждение победителей проходит по итогам каждой дистанции. Эти соревнования дают возможность участникам набраться опыта, повысить свой спортивный разряд и войти в состав сборной края для участия во всероссийском турнире. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ В Сочи привезли икру и рыбу камчатскую. Приобрести дары моря, а это 45 видов рыбы, и в том числе самый крупный тихоокеанский лосось, можно в выставочном центре гранд-отеля «Жемчужина». У стенда икра и рыба камчатская традиционно многолюдна. Эта продукция уже проверена сочинцами и пользуется огромным спросом. Здесь можно приобрести более 45 видов рыбы, добываемой на Камчатке. Это знаменитая чавыча, белорыбица, а еще белуга, нерка, окунь, корюшка, омуль и палтус. Огромный выбор слабосоленой рыбы, холодного и горячего копчения. Но все же хит-продаж – это чавыча, самый крупный тихоокеанский лосось. Самое лучшее, очень вкусное, нежное мясо у нее, прям лосица, жир. Это очень полезно, омега-3, омега-6. Также белорыбица очень вкусная, она без костей, абсолютно не содержит костей. Поэтому у нас повторно все берут. То есть мы каждый год же приезжаем к вам, у нас постоянный покупатель. Вот смотрите, какая очередь у нас. В продаже есть также икра чавычи, свежая, без добавок и по ценам производителя. Доставляют дары Камчатки в Сочи на самолете в специально оборудованных холодильниках без заморозки, с сохранением всех полезных свойств. Приобрести такую продукцию можно на стенде компании «Икра и рыба Камчатская», которая работает в рамках выставки-ярмарки «Православие» до 27 октября. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.